Продолжаем этот спич, так сказать, немножко грустный, там просто люди шли, не хотел с ними что-то говорить, как бы, конечно, Прогожин сделал такой сюрприз, неожиданный вообще, то есть это реально вот, как бы, такое вот событие, которое наверняка должно что-то в России, в любом случае, даже если его там закроют, что-нибудь, что абсолютно малою. Вероятно, вон там, видите, хозяева жизни на плавающей дискотеке, радуются жизни, и у них все хорошо, но опять же, уже много раз некоторые аналитики говорили, что люди умирают на фронте, а Россия живет весело, ну, то есть все эти потребители, взращенные за все эти годы постперестройки на Западном, там западная культура, западное все, идеология, да, вот такой замес мы попали, и, ну, Прогожин, конечно, очень не выглядит, очень уверенно, Севхуровым, когда разговаривал, прям, говорит, это, почему вы мне на ты все поставил на место? Они не хотят спригозного говорить, а почему он со всеми должен говорить, вообще говорить? У него свои требования, явно человек все продумал, то есть, как бы, потому что, и то, что он говорил, что давно можно было с Украиной решить вопрос, еще не доводя до войны, он же это сказал, и объяснил, что надо было собраться просто большим кругом, и понять, что вообще делать, к спецоперации надо было изначально подойти более серьезно, но все же помнят, кто там вначале прикладил к спецоперации, какой-то малоизвестный генерал, никто, а потом сделали все родительно, а потом и дальше пошло, еще выше, ну, то есть, очевидно, как-то странно отнеслись, тут, я говорю, что многие вещи, про которые были проговорены пригожиным, они, вот, прям, как сказать-то, подтверждаются как-то посленно, в основном посленно, естественно, потому что про это, ну, никто вам не будет в России рассказывать, очевидно же, а он взял и все, правду матку, так сказать, то есть, вынес ссор из СБ, то есть, в самом деле, надо ему, конечно, должно отдать очень мужественный человек, потому что, ну, как сказать-то, сейчас государство принадлежит вот этой гнившей аристократии в виде силовиков, вот этих всех помазанных генералов, ФСБ тоже, а ну, везде тоже залезло, посмотрите, сколько на руководящих должностях, для ФСБшников бывших, он, недавно завод здесь, каким-то образом, почему-то акции завода перешли бывшему ФСБшнику, прям, прям на лосях.